Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить» информационной панорамы рязанских событий, о которых стало известно в выходные и сегодня. Коротко о главных темах этого выпуска. Был пожар, и все погорело. В шатской деревне Свеженькой сгорели десятки домов. Путин сломал ногу. Какие анекдоты рассказывают про нашего президента и почему? Одним ударом в Рязани прошло городское первенство по карате. А теперь обо всем подробнее. В шатском районе в пятницу тушили громадный пожар в деревне Свеженькая. Заволокло Свеженькую, дымом погрызло, беспощадным пламенем. А народ в ужасе вспоминал десятый год, когда эта деревенька с таким милым названием погорела дотла во время глобальных лесных пожаров. По-прежнему даже в век нанотехнологий от стихии не спрятаться, не скрыться. Тогда в десятом в Свеженькой сгорело более двух десятков домов. Погибли люди. Старушки оборонялись от пожара, обнося жилища иконами. Пожарным негде было взять воду. Обо всем этом писали, обо всем этом люди помнят. Да и не забывается гибельное время никогда. И вот снова напасть. В этот раз эксперты сообщили, что причина пожара – короткое замыкание. А сгорело аж 30 домов. Роковая случайность и сильный ветер. А дома словно коровь языком слезнуло. В этот раз Свеженькую спасали куда как активно. Огнеборцы, САСовский пожарный поезд, вертолеты, самолет. Рязанский губернатор поручил провести тщательное расследование пожара, установить количество пострадавших, определить меры поддержки. Конечно, сейчас надо, образно говоря, держать командную руку на пожарном пульсе. Но что делать с поджигателями сухой травы, которые по-настоящему становятся угрозой региональной безопасности? Этого никто не знает. И штрафы установлены серьезные, и прочая суровая ответственность. Но горит трава, да и точка. А за ней вот-вот запылает и все вокруг. В деревне Свеженькой роковая случайность выкосила три десятка домов. А сколько беды могут принести бессмысленные поджоги травы, и сказать невозможно. К другим темам политологи продолжают комментировать прямую линию президента Путина. По большому счету, все, что можно было сказать и проанализировать, сказано и проанализировано. Остались, так сказать, десертные темы, вроде вопроса, что случится, если Путин и Обама окажутся одни в океане. Так вот, по выборке так называемого народного опроса, большинство респондентов остановилось на ответе «Путин спасет Обаму». Так считают 73% опрошенных. А вот на ответе «Обама спасет Путина» остановились только 8%. И 19% выбрали вариант «Они будут помогать друг другу и как-нибудь выплывут». Забавно, конечно. Только вот политологи тревожатся, уж очень заметна здесь тема соперничества ведущих государств мира. А про взаимную поддержку подумало менее 20% опрошенных. Вот такой расклад получается. Что касается рейтинга Путина после прямой линии, то его в России воспринимают по-прежнему. Сильная личность, мощный лидер. В общем, все, как наш народ любит. В качестве иллюстрации получил популярность такой анекдот. Люди сидят в комнате, вдруг входит человек и сообщает «Путин сломал ногу». Все присутствующие хором вопрошают «Кому?». Вот мнение рязанского политолога Александра Семенова по поводу впечатлений от прямой президентской линии. Что можно отметить? Наверное, откровенность Путина. То есть, впервые, наверное, действительно какие-то вот такие острые углы, они как бы не обходились, не сглаживались, а он отвечал достаточно прямо. Тут можно вспомнить там их заявление относительно ПАСЭ и Восьмерки, да, относительно того, что на сегодняшний день Россия как-то уже особо-то и не нуждается. То есть, если не хотят нас партнеры там видеть, то и пожалуйста, мы как-то обойдемся без этого. Ответ относительно вежливых людей, да, вот впервые как бы такое публичное признание, что действительно в день референдума наши военнослужащие там были, как Путин выразился, встали за спину самообороны. Да, там шутливый ответ по поводу Аляски, относительно которого, я думаю, наши американские партнеры очень напряглись, когда Путин сказал, что в принципе-то нужно посчитать, да, бюджет там северный выплачивает. Стоит ли как бы думать об этом вопросе? Хороший вопрос, да. То есть много вот, ну и естественно традиционные такие прямые вопросы президенту, прямые обращения, просьбы, как обычно, но вот можно отметить, что их стало меньше. Теперь о делах сугубо Рязанских. Завтра должны пройти публичные служения по поводу застройки в Песочне. Речь идет о жилых кварталах и соответствующей инфраструктуре на обширной территории. За Ледовым дворцом изучал ситуацию Глеб Галушкин. Возможно, что вскоре на этом самом месте, позади Ледового дворца, вырастет новый современный и благоустроенный микрорайон. По планам разработчиков проекта комплексной застройки, здесь помимо многоэтажных домов обязательно должна появиться и необходимая для жизни горожан инфраструктура, то есть детсады, магазины, школы. Основным застройщиком будущего микрорайона выступит Северная компания. Надо отметить, что для инженеров и строителей из Северной компании реализация подобного масштабного проекта будет уже не в новинку. Ведь сейчас они продолжают возводить многоэтажные дома в жилищном комплексе «Юный», который расположен в микрорайоне Конищево, позади перинатального центра на улице Семчинской. Это самый молодой и современный микрорайон в областном центре. Здесь возведены и уже практически полностью заселены два многоквартирных дома от Северной компании. Новые дома проектировались как часть целого комплекса. Мы выбирали квартиру, и мы сюда приехали, во-первых, потому что у нас здесь родственники недалеко, нам здесь удобно. А во-вторых, нам квартира здесь понравилась. И понравилось, что здесь вот так вот все как бы компактно. Детская площадка, и дома большие, много детей. Нам как-то так все здесь понравилось, поэтому сюда приехали. Из преимуществ жилищного комплекса «Юный» – это огороженная и охраняемая территория, наличие отличных игровых площадок, а также весьма большая парковочная территория перед подъездами. Ну, ни в одном микрорайоне города, я могу на 100% рассказать, даже на миллион уверена, что таких детских площадок и такого огромного двора нет нигде. Как бы, чтобы столько было парковочных мест, чтобы охраняемая была территория, полностью ограждена охраняемая территория, у нас охрана сидит, как бы. Ну, очень своих плюсов много, как бы, всегда у нас управляющая компания, особенно след за этим делом, как бы, у нас все в газонной тропе всегда поливается, ухаживается. Зеленые насаждения, нигде столько нет зеленых насаждений, как бы, у нас и туи посажены, и, ну, я не знаю, лучше места больше нет. Примечательно, что в новом микрорайоне в Дожково-Песочне, помимо всей инфраструктуры, планируется большая рекреационная зона. Здесь будет разбит парк с каскадом прудов. В истории современного рязанского градостроительства еще не было случая, чтобы комплексно проектировался целый микрорайон. Поэтому реализация этого проекта обещает быть очень интересной. В России прошла международная акция «Библионочь». Библиотеки, читальные и выставочные залы, галереи, музеи и прочие культурные центры должны были бесплатно открыть двери для посетителей во имя просвещения народа, эстетического его развития. А вот в Рязанской детской библиотеке на Почтовой прошли библиосумерки. Это версия общего проекта, но адаптированная к детскому режиму дня. Тема сумеречной встречи была самая, что ни на есть праздничная. 90-летний юбилей старейшего в родном отечестве детского журнала «Мурзилка», символом которого является то ли смышленый медвежонок, то ли веселый хомячок в беретке и с очень оптимистичным выражением физиономии. Вышла из «Библиосумерек» и представляет свой репортаж Ирина Говалева. Веселый праздник аналог «Библионочи», устроенный для детей и названный «Библиосумерками», уже во второй раз прошел в областной детской библиотеке. В прошлом году детям в ходе этой акции посчастливилось побывать в изумрудном городе. Ну а в этот раз праздник был посвящен известному еще с советских времен детскому журналу «Мурзилка», которому в мае этого года исполняется 90 лет. В «Мурзилке» можно найти все – статьи о спорте, о том, что почитать, о том, как заботиться о своем здоровье, ну все-все-все. На этом празднике, так же, как и в журнале, можно было найти абсолютно все. Здесь работали секции, посвященные рисованию, чтению стихов и компьютерным играм. Самые усидчивые мастерили главного виновника торжества из цветной бумаги. Кому-то больше понравилось рисовать на песке. Работали здесь и секции, на которых ребята могли узнать много нового о себе и своем характере. Например, можно по дате своего рождения узнать, на какого сказочного героя похож ребенок. Или, например, выбрать цветок, который нравится ребенку, и тоже узнать черты своего характера. Ну а самые смелые участники этой акции отправились в книгохранилище искать сокровища. Для этого им нужно было найти подсказки, оставленные «Мурзилкой», и собрать название весеннего цветка. Не исключали на праздники и родители. Вместе с детьми они участвовали в различных конкурсах и мастерили своими руками поделки из бумаги. Ну а в конце праздника самых активных участников и знатоков «Мурзилки» ждали подарки, специально привезенные по этому случаю из редакции знаменитого детского журнала. Еще о сфере культуры и образования. В уикенд Институт психологии, педагогики и социальной работы Рязанского госуниверситета проводил восьмую международную студенческую научно-практическую конференцию. Ее тема – «Единое образовательное пространство как фактор формирования и воспитания личности». К участию в конференции были приглашены студенты, аспиранты, магистранты и соискатели высших учебных заведений, занимающиеся исследованиями в области психологии, педагогики, социальной работы и методик преподавания различных дисциплин. Собравшиеся обсуждали вопросы, связанные с проблемами обучения, воспитания, развития личности. И, конечно же, делились опытом. Конференция проводилась уже в восьмой раз. И если в первые пять лет объединяла в основном города России, то вот уже на протяжении последних трех лет среди собравшихся студентов вузов Украины, Белоруссии, Сербии. А заочно в этом году приняли участие студенты из Монголии, Туркменистана, Бенина. Я приехала из города Москвы на конференцию «Единое образовательное пространство как фактор формирования личности». Это ключевая международная конференция, которая помогает специалистам, как теоретикам, так и практикам в сфере молодежной политики, найти точку пересечения интересов и выработать новые технологии по работе с молодежью. А как известно, молодежь – это сейчас самая интересная, самая перспективная социальная группа. Вчера в Рязани прошло первенство города по карате среди юных бойцов. Турнир получил хорошую поддержку от муниципальных властей. А потому можно говорить об официальном признании в столице области древней японской системы самообороны и духовного совершенствования. За что, как говорится, по-нашему по-японски «дому аригато», что означает «большое спасибо». Первенство стало смотром юных сил перед серьезнейшими испытаниями рязанских бойцов на престижных и рейтинговых турнирах. Самым боевым месяцем в рязанском детском карате будет май. Мы планируем со сестеревой федерацией, вот мы поговорили с представителями, провести в мае турнир отборочный на Анапу, на всероссийский муниципе в сентябре. У нас еще в мае месяц в Зеленограде, в турнире под счет Дню Победы. И у нас еще 3 мая в Самаре соревнования всероссийские. Поэтому расслабляться нам не стоит. Самое главное, говорит президент федерации, воспитать не только бойца, но всесторонне развитого человека. Для того и существует карате. Это главная задача древнего искусства. Однако, когда молодые воины сходятся на татами, бой идет без каких-либо компромиссов. Из карате это победа одним ударом. И хотя жесткий контакт в схватках запрещен, иногда спортсменам, что называется, прилетают неслабо. Но это только воспитывает характер. С Заншином боевой дух должен присутствовать. И в принципе, то, что мы это преподаем, дети стараются показывать свой характер. Наверное, родители тоже приняли участие в этом. Настроились для детей. Слезы, а он все равно работает. Больно, а он все равно работает. Идут, занимаются хорошо. Растет не только уровень бойцов. Увеличивается число юных адептов пути пустой руки. Карате становится массовым видом спорта, во всяком случае, если говорить о развитии его среди рязанских детей и подростков. Дальше каждый выбирает свое направление в спорте. Будет ли это карате или самбо, или гимнастика, или футбол, навыки, полученные на татами и в додзё, пригодятся везде. Главное – каратистский дух. Стремление к победе, невзирая ни на какие трудности. На сегодня все. Передаем эстафету программе подробности. Через пару минут в студии проекта мы ждем начальника областного госучреждения ПОЖЛЕС Сергея Абрамова. Речь, разумеется, пойдет о безопасности наших территорий в связи с лесными пожарами. В первую очередь, подчеркивают специалисты, угроза исходит от огненных фронтов горящей сухой травы. А мы с вами расстаемся. До новой встречи в эфире программы «Время говорить». Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!